Привет! Я продолжаю свое путешествие по Австралии. Сейчас я нахожусь в Сиднее. Сегодня у меня в поездке дня. Несколько интересных мест, которые я должен посетить. Одно из них это национальный парк Голубые горы, и другое это национальный парк Уринг-Тай. Сегодня по телевизору говорили, что Сиднее побил свой температурный максимум за последние несколько лет. В городе уже 45 градусов тепла, а сейчас еще нету 12 часов. Это просто ужас. На улице невозможно находиться без зонтика, без трехлитровой бутылки воды, без солнцезащитного крема. Стоять на солнце больше пяти минут это просто самоубийство. Сейчас кондиционер работает на полную, пытается остудить машину. Я не знаю, сколько ему понадобится, чтобы хотя бы я смог туда сесть. Это что-то типа маленького частного зоопарка. Здесь все животные ходят вот так в свободном доступе. Они могут у тебя уйти, когда захотят, и могут прийти. Но ты за ними ходить не можешь где угодно. У них есть свой домик. Привет! Как твои дела? Хороший друг? Такой толстый! У всех куал сейчас дневной сон. Эти страусы хотят отобрать еду для кенгуру. Я специально купил их для кенгуру. Такой небольшой стаканчик. С каким-то прикормом. Сейчас посмотрим, что кенгуру будет и есть. Дружок, ты опасен? Насколько... Так, дай сюда. Вообще. Собрали стаканчик мой. Я хотел покормить кенгуру, почему мне не получается покормить кенгуру? Ты голодный? Будешь, Леш? Хочешь, Леш? Ты что, даже вставать не будешь? Ну ты хоть встань. Даже вставать не хочет. Ты голодный? Дружок. Ты что, тоже лежа? А, он даже кушать не будет. Ты голодный? Вот ты же морковку ешь, ты наверняка голодный. Ну? На свою морковку. Или я хотел еще других кенгуру поправить? На морковку. На морковку. На морковку. На морковку. Сосманский дьявол держит себя в форме. Не минуты покоя. Почему слова? Дикая собака динго. Таких собак на улице Москвы пруд-прудие. Все дикие. Апогеем парка, зоопарка стал вольер с ехидными. Пытаюсь доехать до парка Blue Mountains. Это оказалось не так уж просто. Навигатор дает точки, но эти точки просто уводят тебя в лес с дороги и это ничем не заканчивается. Я решил остановиться покушать, поесть местной австралийской еды. Если хотите, можете пройти со мной вместе, посмотреть, чем питаются обычные австралийцы. Тут же мне подсказали, как мне надо доехать до парка, дали ориентиры. Здесь смесь американской и английской кухни. Вот, смотрите. Здесь есть бургеры, ветчина, яйца, фиш и чипс, барбекючик. Москва, что это традиционный австралийский. Обед, ужин и завтрак. Кола и фиш и чипсы. Но я заказал не в кляре, а гриль. Не очень люблю в кляре. Бедные австралийцы. Как они живут на одних чипсах, она же картошка-фрей. И рыбя. Сейчас мы находимся на одной из главных достопримечательностей Сиднея, по версии популярного путеводителя Lonely Planet. Это национальный парк Blue Mountains, что-то переводится как «голубые коры». Вы можете понять, почему. Чтобы попасть на Три Сестры, надо пройти долгий путь по австралийскому лесу. А потом спуститься ровно 360 ступенек вниз. И мы окажемся посередине прекрасной долины, откуда нам сейчас откроется потрясающий вид. Это одна из сестер. Это старшая сестра. Сейчас мы спустимся еще ниже. Небольшой грибной дождик застал в пути. Все равно здесь офигенно. Эвкалипты, запах, цикады, эти скалы. Здесь классно. Здесь классно. Здесь классно. Продолжение следует... Продолжение следует... На таких катерах... Либо на каяках... Сначала я решил, что... На катере... Будет повеселее... Но и сейчас мне кажется, что... Мы с группой будем кататься на каяке... Посмотрим, что этого будет... Еще я купил специальный пакет... Для рыбалки... Сейчас я вам его покажу... Вот такая бобина с леской... И замороженная креветка... Здесь водится 10 видов рыб... Которых... Которых можно ловить... Таким способом... А еще везде и здесь водятся акулы... Это предупредил хозяин проката конторы... По словам, что... Если ты захочешь купать... Сними виду... Акулы здесь и везде... Крышки... И специальные защитники... Так... Все, что-то освободили... Возьмем одну карьерку... Тут червей вообще не используют... По крайней мере в магазине не продают... Крышки от креветки... Разных размеров... Это был самый маленький... Но... Пока креветка... Вот... Маленькая дорадо... Речная... Смотрите... Такая маленькая... Съела вот такую креветку... А куда это влезло... Куда вот и не скажи... Вот рыба... Вот креветка... А так нам некуда ее складывать... Я имею ввиду... Рыбу... Мы... Ее отпустим... Рыбалка продолжается... Рыбка номер два... Рыбка номер два... Ай-яй-яй-яй-яй... Как она кусается больно... Я тебе хотел крючак вытащить... Ты пиранье маленькое... А что в Австралии... Все такие аффективные... Все... Это штуки природы... Мы отпускаем эту рыбу... Так больно укусило... Вообще... Такая мелкая... Обед... Еды нет... Есть такие десерты... Пирожники... Пирожки... Но хотя бы выпечка есть домашняя... Это пирог с апельсином... Попробуем... Попробуем... Попробуем пробовать... Австралийский... Ну... Выглядит... Выглядит nice... Неплохо... Во время наших поездок я стараюсь... Разбавлять длительные переезды... Какими-нибудь интересными местами... У нас... Был один длинный переезд... Из Мельбурна до Канбейра... Чтобы не было так скучно ехать... 500 километров... И... Вот тут я нашел одно местечко... В принципе тут их... Достаточно много... Это... Винная ферма... Где мы можем... Все вместе... Попробовать... Австралийское вино... И... Покушать... Хорошей фермерской еды... А не бургеры и фиш и чипсы... Так что сейчас посмотрим что здесь... Будет... И возможно с группой мы сюда заедем... Это поистине потрясающее место... Называется... Пайлос Пуайн... Здесь как я уже видел своя винодельня... Они... Продают только свое вино... К сожалению внутри меня запретили снимать... И... Поэтому вам остается так поверить... Мне на основу... Очень вкусная еда... Цены... Обычные вполне... И очень вкусная... Местная вина... Цены тоже вполне хорошие... Обязательно заедите сюда... Когда поедете из Мельбурна... На север... Не пожалеете... Это я вам точно говорю... Моя знакомство... С Мельбурном... Начинается с мельбурнского аэропорта... Дело в том что... Мы только приехали сюда... И сейчас... Сразу же улетаем в Пасманию... Там мы проводим три дня... И после этого... Вернемся в Мельбурн... Чтобы поездить по округе... И показать вам больше... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА